Мы уже рассказывали вам о том, что в деревне Кошмаши Маргаушского района закрыли школу. К такому единогласному решению пришли профильные надзорные ведомства республики. Минобразование, Роспотребнадзор, МЧС. Но родители школьников не понимают всю сложность ситуации. Насколько опасно продолжать там обучение? Подробнее в нашем сюжете. Сегодня к жителям деревни вновь приехали представители учреждений, так или иначе участвующих в ее закрытии. Напомним, что родителям и ребятам предложили на выбор две школы – в Маргаушах и Ситрякосах. Уже известно, что в райцентрской будет две смены. При этом дети из Кошмаш будут учиться в первую. Специалисты еще раз подчеркивают, продолжать учебу в старом здании опасно для жизни. Противопожарные, санитарно-гигиенические требования никто не отменял. Это исправить сигнализацию, систему дублирования вести также в исправности и предоставить документы по пропитке. На данный момент документов по пропитке мы не видели. Это не в соответствии с условиями организации горячего питания. Во-вторых, в школе во всех трех зданиях отсутствует водоснабжение, как водоснабжение, так и канализация. Здесь нету несозданных условий для проветривания классов, то есть окна старые, фрамуги не предусмотрены. Еще в апреле этого года администрация района провела независимую оценку состояния школы. Огромная просадка фундамента, огромная просадка стен, гнивение стропильной конструкции кровли, несущая способность очень сильно снижена. Но, по сути, был проведен косметический ремонт, который не влияет на восстановление несущей способности строительной конструкции. После всех заключений ясно одно – при таких обстоятельствах школа не возобновит свою работу. И родители должны понять это – безопасность детей превыше всего. Продолжение следует...